Владимир Владимирович Путин На фоне противоречивых процессов, протекающих в мире, интересы нации требуют от нас решительных действий. Мы должны быть устремлены только вперёд, только в будущее. Уважаемые коллеги, на протяжении только одного XX века Россия прошла через две мировые и гражданскую войны, через его революции, дважды испытала катастрофу распада единого государства. В нашей стране несколько раз коренным образом менялась вся система жизнеустройства. В результате, в начале XXI века мы столкнулись с настоящей демографической и ценностной катастрофой, с настоящим демографическим и ценностным кризисом. А если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен. Всё и так развалится само по себе. Уже говорил об этом не раз, хочу вновь подчеркнуть. Чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно быть больше, и мы должны быть лучше в нравственности, в компетенциях, в работе, в творчестве. Сегодня доля молодого активно взрослоспособного населения России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых странах мира. Но уже через 20 лет численность такой возрастной категории может сократиться в полтора раза. Если ничего не делать, такая тенденция продолжится. Либо именно сейчас мы сможем открыть для этих поколений жизненную перспективу, трудиться на хорошей и интересной работе, строить бизнес, обзаводиться жильём, создавать большую и крепкую семью, воспитывать много детей, быть счастливыми в своей собственной стране. Либо уже через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадёжно постаревшую по возрасту, в прямом смысле этого слова, и неспособную сохранить свою самостоятельность и даже свою территорию страны. Демографические программы, принятые в прошлом десятилетии, слава богу, работают. Численность населения страны не только стабилизировалась, но и начала расти. За январь-сентябрь текущего года она выросла более чем на 200 тысяч человек. При этом впервые за всю новейшую историю нашей страны мы пять месяцев подряд фиксируем естественный прирост населения. Рождаемость, наконец, стала превышать смертность. Демографы утверждают, что выбор в пользу второго ребёнка – это уже потенциальный выбор в пользу третьего. Важно, чтобы семья сделала такой шаг. И несмотря на сомнения некоторых экспертов, а я отношусь к ним с уважением, я всё-таки убеждён, что нормой в России всё-таки должна стать семья с тремя детьми. Но чтобы это было так, нужно многое сделать. Нужно создать благоприятные условия, в первую очередь, для женщин. Чтобы они не опасались, что рождение второго и последующего детей закроет им путь к карьере, к хорошей работе. Заставить ограничиться исключительно домашним хозяйством. То, что мы начали делать, это решение проблемы очередей в детсады. Программа профессиональной переподготовки для женщин. Продолжение следует...